доброе утро дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о страх сегодня я хотел бы поговорить с вами о страхе безысходность что такое безысходность каждый из нас друзья попадал в ситуацию которую он считал безысходной но знаете в чем профанация безысходности в том что каждый кто сейчас смотрит меня и слышит попадал безысходную ситуацию но тем не менее вы слушаете меня вы смотрите на меня и вы не в этой ситуации то есть каким-то образом вы из нее все-таки выбрались я считаю что безвыходных ситуаций не бывает и это касается не только нас как верующих людей у которых есть бог который всегда поможет всегда вытащит это касается всех людей потому что дьявол он заинтересован в той панике которую вызывает безысходность и когда мы попадаем в трудные сложные ситуации он пытается замалевать закрасить те выходы те двери которые есть для того чтобы мы сели и начали просто плакать таким образом безысходность является мифом но мы ко всему прочему верующие люди и господь который на нашей стороне он всегда откроет нам ту дверь которую мы даже не ожидали что она есть но она не только есть но она является тем выходом через который ты спокойно разрешишь эту ситуацию и прежде всего когда вы попадаете в ситуацию которая вам кажется безысходной пожалуйста вспомните то что я вам говорю не существует таких ситуаций выход есть всегда но перед тем как вы начнете его искать стоит успокоиться потому что то паника которую дьявол пытается нам навязать она помешает нам здравомыслить и мы будем предпринимать попытки ломиться в закрытые двери и разочаруемся скажем да действительно ситуация безысходная поэтому попробуйте успокоиться и посмотрите вверх посмотрите на небо послушайте что говорит бог и оглядитесь вокруг вы обязательно увидите вы